Добрейший вечер в хату, мои дорогие и любимые подписчики! И смотря на популярные картины, которые известны почти каждому во всем мире, я сразу же захотел их перерисовать. Но так как я не умею рисовать в реализме, и возможно это к лучшему, потому что мне же не нужна точная копия, точный прям дубляж популярной картины, поэтому сегодня я буду рисовать популярные картины в своем комиксном стиле. Вообще, это, наверное, одна из, если не самая популярная и самая известная картина Леонардо да Винчи, и, возможно, я даже не знаю более популярную его картину. Конечно же, я не отрисую, и, скорее всего, у него есть еще достаточно много известных картин, но Монализа стала, наверное, его самой узнаваемой картиной. И именно поэтому я решил нарисовать именно Монализу, потому что если кто-то говорит слово «картина», то первое, что мне приходит в голову, это почему-то Монализа. Я не знаю почему, но это так. И напишите в комменты, что вам приходит в голову, какая картина, когда вы слышите слово «картина» и вообще, картина ли вам приходит в голову. Напишите, будет интересно почитать. На оригинале цвета кожи у него такие коричнево-желтые, охристые, зеленоватые, короче, оттенки, и я подумал, что если я рисую в стиле комиксов в чем-то не суперреальном, то нужно брать максимум и рисовать максимально странный цвет кожи, потому что на оригинальной картине она тоже очень странного цвета, и, возможно, это какие-то издержки времени, и она изначально была нормальная, но со временем она позеленела почему-то. Может быть, моя картинка через много лет тоже станет зеленой, покроется плесенью, и вообще, кто знает, что с ней случится, поэтому не будем осуждать Леонардо да Винчи, зеленая так зеленая. Раньше картины рисовали масляными красками, именно поэтому я сегодня решил взять масляную пастель, потому что там тоже есть слово масляные, значит, у них есть что-то общее, хоть что-то будет общее с моими рисунками и картинами, которые я рисую. Вот такую вот неочевидную связь, кто бы мог подумать, я смог найти между этими картинами и своими рисунками. Вообще, обычному анализу везде восхваляют, везде так преподносят, как что-то величественное, супер великое, и я думал, что эта картина очень большая, потому что для меня что-то прям супер крутое, это что-то большое. И картина ценится очень дорого, поэтому я думал, что она супер огромная, поэтому она так дорого и стоит, но она абсолютно очень сильно маленькая. Она по размеру как лист, наверное, формата А4 либо А3, и я не удивлюсь, если она по размеру как та картинка, которую только что нарисовал, потому что она на самом деле в жизни очень маленькая. И все мы знаем, что Монолиза висит в Лувре во Франции, я не знаю, почему именно в Лувре, вот, но висит она во Франции, и пару лет назад, может даже больше, чем пару, я был во Франции в Лувре, и я видел Монолизу, и там вот, знаете, она была в отдельном зале, прям по центру, была даже отдельная стена, просто по центру большой, огромной комнаты построена отдельная стена, чтобы повесить там вот на одну огромную, большую стену, эта стена, наверное, метров пять в ширину, метров пять в высоту, и на этой большой, огромной стене висит маленькая картина Монолизы. Она висит за большим слоем стекол, пули непробиваемых и обычных, короче, много слоев защиты, и также к ней близко нельзя подойти, там на метра три, наверное, стоят ограждения, чтобы нельзя было близко подойти, и там тупо вот этот вот большой весь зал, вокруг по стенам висят тоже крутые большие картины, но в центре стоит просто отдельная стена с Монолизой, и все люди вообще не смотрят на другие картины, они просто приходят и смотрят на Монолизу. И по сути, наверное, авторы этого музея сделали немного злую шутку с другими картинами, потому что они их повесили в одном зале с Монолизой, и в итоге их никто не смотрит. И вот у меня было очень большое удивление, потому что все эту картину так говорили про нее, она везде висит, просто на всех рекламах музея висит Монолиза, и я думал, что это прям реально абсолютно огромная картина, но на деле я не то чтобы разочаровался, но я просто не ожидал, что она такая маленькая. Возможно, поэтому сегодня я рисую именно Монолизу, потому что у меня с ней есть какие-то воспоминания, я видел ее вживую, чай вместе с ней пили, детей воспитывали, такая вот интересная история, связанная с этой картиной, и напишите в комменты, какие картины вы видели в музеях, какие-нибудь известные, популярные картины, которые вам больше всего понравились. Из тех, что я прям видел супер таких известных, я наверное видел их много, потому что в Лувре вроде бы висит не только Монолиза, и вообще я бы хотел попасть туда еще раз, но сейчас из-за всяких карантинов, по-моему, все музеи вообще были закрыты, потом они открылись, потом опять закрылись, тем более сейчас вообще очень сложно выехать за границу. Короче, все мои поездки, все мои планы накрылись медным тазом, поэтому жду, когда снимут все ограничения, я смогу выехать за границу и буду путешествовать по разным музеям, потому что мне очень нравится посещать музеи и просто смотреть на разные крутые штуки, которые создают другие люди, потому что я такое создать, скорее всего, никогда не смогу. Ну а пока что вот такая вот картиночка Монолизы у меня получилась, и давайте перейдем к следующей картинке. Следующая картина это девочка с персиками, и я даже не знаю, что сказать про эту картину, потому что я знаю, что эта картина вроде бы известная, и если тебе говорят девочка с персиками, ты сразу представляешь, что это вот девочку в розовой кофточке. Меня сразу, конечно же, представляете? Ну, либо девочку с той картины, у которой еще бант на шее висит, и она держит персикой в своих ладошках. Как я читал, это вроде бы реальная девочка в реальном доме, на реальной кухне, она сидит с реальными персиками, короче, все реальное абсолютно. И вот эту вот реальную девочку с реальными персиками я сейчас тоже нарисую, и вообще, девочка с персиками меня ничего не связывает так же, как и с первой картиной, потому что я не был в музее, вживую ее не видел, поэтому ничего особо поделиться эмоциями не могу, но один достоверный источник нашептал мне на ушко. Этот источник под названием Google нашептал мне на ушко, что эта картина висит в Третьейковской галерее вроде, которая находится в Москве, насколько я правильно понял из информации в Гугле. И я очень хочу поехать в Москву, я там никогда не был, да вообще в России я никогда не был, хотя она находится очень близко, и как бы Беларусь, Россия, надо когда-то побывать в России. Поэтому, возможно, подсознательно я чувствовал, что она висит именно в Москве, и душа так и хотела, чтобы я нарисовал именно эту картину, потому что Москва так и манит, чертовка. Вот, поэтому, если вы из Москвы, и у вас есть лишняя квартира, то напишите мне, я приеду там поживу пару дней. Но вообще, до конца лета осталось еще больше двух месяцев, и примерно до конца месяца я буду сдавать экзамены, поэтому остается два месяца, чтобы успеть посетить Москву, потому что, кто его знает, где я окажусь после конца лета, начнется учеба, и не факт, что я вообще когда-нибудь смогу попасть в Россию. Поэтому, если меня смотрят люди из Москвы, и вы знаете, где можно недорого снять жилье, или где можно переночевать, на каком вокзале, по какой улице, пишите мне вконтакте, либо в инстаграме, ссылки на мои соцсети есть в описании, и вообще, просто напишите, какие места можно посетить в Москве, я спланирую свой план, и все-таки, может быть, соберусь силами с деньгами, которых понадобится очень много, все-таки осуществлю свою небольшую мечту, и когда-нибудь в этом летом приеду в Москву. Я знаю, что в Москве часто проходят всякие арт-выставки современного искусства, короче, всякие интересности там происходят, потому что я подписан на всяких блогеров из Москвы, которые тоже, типа, связаны с искусством, и у них постоянно выходят обзоры на выставки современного искусства, мне так интересно, мне так хочется туда попасть, но я нахожусь не в Москве, а за тысячу километров, даже, наверное, почти две тысячи километров от Москвы, и это довольно-таки далековато, чтобы туда попасть. Но давайте вернемся к нашему осквернению живописи, осквернению великих художественных произведений своими каракулями в виде комиксных каких-то штук по рисуле масляной пастелью. Возможно, кто-то может посчитать мои рисунки каким-то плевком в душу художника, я не знаю, как это можно назвать, но они могут подумать, что типа вот, он не имеет рисовать рису какую-то херню, зачем вообще это выкладывать, зачем это вообще рисовать, если есть такие великие картины, а ты их просто портишь. Но в интернете существует прям очень дофига всяких разных перерисовок карикатурных, самых известных произведений вообще художников, самых известных и даже не самых известных, просто любых художников, любых картин, можно найти какие-нибудь карикатуры в интернете. Некоторые даже продают эти картинки, перерисованные карикатуры, просто сделанные в фотошопе, какие-нибудь кривые штуки, даже делают с ними одежду и люди это покупают. Как видите, я это никуда не продаю, я рисую все для себя, потому что вообще все мое творчество больше для себя, я пока что не нашел своих зрителей, которым абсолютно бы нравились мои рисунки. Возможно, кому-то они нравятся и вы об этом просто молчите. Напишите мне в инстаграме, что вам нравятся мои рисунки, тогда я буду знать, что такие люди существуют, возможно, но скорее всего, таких пока что людей я еще не смог найти. И, кстати, у Монолизы бровей не было, поэтому брови я и не рисовал, а у этой девочки были брови, поэтому я решил все-таки нарисовать брови, но я почему-то не рисовал нос, ни в первой картинке, ни во второй картинке я не рисовал нос. Я не знаю, что за неприязнь у меня к носу, возможно, это из-за того, что у меня вечный насморк, вечно заложен нос, и это, скорее всего, слышно по моему голосу, и у меня просто подсознательная ненависть к носу, потому что с ним у меня какие-то проблемы. Кстати, еще недавно у врача мне сказали, что у меня как-то смещена там искривлена перегородка, поэтому из-за этого у меня кружится голова, болит голова, я плохо сплю, короче. Куча проблем из-за этого носа, возможно, все-таки подсознательно, у меня какие-то психические травмы, и поэтому я его не рисую. Замечательно, во время записи видоса я смог разобраться в проблеме в своей голове и понять причину отсутствия носов в моих рисунках. И пока что мне второй рисунок с девочкой с персиками нравится даже больше, чем Монолиза, я не знаю, почему это так произошло. И на самом деле я сначала рисовал девочку с персиками, а потом Монолизу, то есть по сути я должен был разрисоваться, и Монолизу нарисовать просто бомбезно, поэтому я поместил ее в начало видоса. Но что-то пошло не так, либо мне кажется и Монолиза получилась лучше, но мне очень нравится кофточка, как она получилась, и бантик прям вот на видео выглядит супер натурально. И стулья прям классно получились. Ну и кстати, в итоге вот такая вот картинка вторая у меня получилась, и в конце видоса я вам покажу две картинки вместе, чтобы вы могли оценить, сравнить и написать, какая картинка понравилась вам больше. Ну и вот такие вот две картины у меня сегодня получились, я их повешу себе на стену, и если вам понравится данная рубрика, данный формат, то напишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. И также пишите, какие картины можно еще перерисовать, и если вам понравилось, то просто напишите много комментариев, чтобы поддержать мое видео. Ну а если вы посмотрели, то вы супер классная булочка, всем класс, всем лайк, и пока!